Эту летающую игрушку весом 100 граммов регистрировать не обязательно, рассказывает Сергей Воронов. Ее можно использовать только в помещении. На улице беспилотник просто сдует ветром. На уровне нашего города, так как у нас завод КАМАЗ и требуются инженеры, люди с творческим мышлением, так как закон влияет на обычных людей, которые занимаются просто моделизмом, и у нас становится меньше летунов. Если же воздушное судно весит от 250 граммов до 25 килограммов, то его нужно регистрировать. То есть оператор беспилотника наделяет функции командира, поэтому он должен отвечать за безопасность полета. Если человек покупает у нас квадрокоптер где-то во Владивостоке, тысяч за 10, ему придется ехать в Росавиацию в Москву, для того, чтобы подать документы на регистрацию. Притом, если это обычный обыватель, он не знает никаких технических характеристик. Как по мне, это первым делом закон был сделан для того, чтобы поймать на этом денег элементарно. Стражи порядка считают, что к беспилотнику можно прицепить что угодно. Летающие аппараты могут быть использованы в разных целях, поэтому сертификация оправдана. Если какая-то часть контроля за данной деятельностью будет возложена на полицию, то полиция, естественно, выполнит это надлежащим образом. Данный закон необходим, потому что действительно беспилотники, тем более в современных условиях, они же совершенствуются. То есть, все, что, допустим, летает, ездит, передвигается, механическое, техническое устройство, они должны быть под контролем государственных органов. Сергей, в свою очередь, считает, что стоит разрешить использовать квадрокоптер без сертификации до 5 килограммов. Лина Сидорова, Петр Греков, Ефир 24.